Всем привет! Вот и настало время проверить наши установленные ловушки и посмотреть, что же они выбрали, пенопласт или дерево. Если кто следит за нашим каналом, он помнит, что первую ловушку выбрали не пенопласт, не дерево, а ДВП. В этом случае они выбрали самую большую. Как пошутил кулинар, размер все-таки имеет значение. Итак, наша первая ловушка и на ней тишина, ни разведки, ни пчел. Едем дальше. Казалось бы, такой красивый дуб. Сам бы жил, сам бы сюда прилетел и жил. Но пчелки пока сюда не пришли. Мы забыли микрофоны, так что звук в этом видео будет, ну уж какой будет, приблизь к этому. Да нет, легко мне выключать. А в этом дубе, в этом дубе пчелок-то не живет, а вот здесь кто-то живет. Здесь в дубе есть. Если честно, даже я не очень хочу туда заглядывать, чтобы отсюда никто не выскочил. Вот кто тут живет. Видно вот следы, как тут он бегает, этот зверек. Возможно ли это? Очень интересное чувство, когда подходишь к своим ловушкам. Наверное, похоже на чувство рыбака, который закинул сеть и тянет. И не знает, что туда попалось. А вот здесь, наверное, что-то и есть. Сейчас мы посмотрим. Есть. Вот наши пчелки живут и работают. Ловушка наша из ОСБ плиты, что доказывает, что пчелам без разницы, куда заселяться. Вот еще одна очередная ловушка, ДВП. И здесь тоже тишина, хотя несколько дней назад здесь разведка была. Едем дальше. Ну вот еще одна наша ловушка стоит на дубе. Тоже тишина. Но я думаю, так как эта ловушка стоит прям за алтарем, храма она должна сработать. Кстати, у этого храма есть очень интересная история. Можно было бы посвятить ей отдельный ролик. Правда, не знаю, будет ли он вам интересен. Напишите в комментариях. Есть мысль сделать на хуторе агроусадьбу. Но посмотрите, во что превращаются дороги после лесовозов. Заехать сюда можно только на автомобиле повышенной проходимости. И вот на какой машине здесь можно проехать. И это еще хорошая дорога. Ну то, что пчелы заселяются в разные типы ловушек, из разных материалов, как ОСБ, как ДВП, вы уже видели. Но вот было бы интересно узнать, куда они заселятся, если у них есть выбор. Здесь пока тоже тишина. Здесь у нас стоит чистый пенопласт и старенькое фанера, дерево. Ну и даже не будем выходить. И тут тишина. Извините, если трясется камера. Оператора заедают комары. Очередные наши две ловушки и тоже тишина. Ну вот, мы уже у себя на хуторе. Очередная ловушка. И на ней есть разведка. Крутятся пчелки. Если это не наши, и пчеловод их не удержит, то скоро к нам сюда придет рой. Вот так работают наши пчелки. Даже немножко кусаются. Ну вот, очередная ловушка. И здесь у нас есть пчелки. Надо будет ехать. Забирать ночью. Было бы интересно увидеть, как атакует пчела. Слышите? Какие-то недобрые пчелки. Хочет, чтобы ее сфотографировали. Ну, на этом вековом дубе у нас крутится пчелка где-то спряталась. А вот, было видно. Тоже разведка. Будем ждать. А вот так сейчас выглядит наша фацелия, которую мы съели. Вот эти бутончики скоро зацветут синенькими цветочками. Много, конечно, сорняков, но есть и фацелия. Что-то зацветет. Прямо-прямо. Прямо-прямо. Ну, вот мы прибыли. И еще к нашим двум ловушечкам. Пенопластовая пенопластовая с сеченным дном и деревянная. Ни там, ни там ничего нет. Тишина. Ну, вот и последняя наша ловушка. Тут тоже тишина. Значит, сработала ловушка ОСБ плита и ДВП. Те деревья, на которых стоят одновременно пенопласт и дерево, там пока тишина. Попробую снять ночью, то есть, не снять, снять видео о том, как снимаются вечером ловушки. Напишите, будет ли это вам интересно. Стоит ли о том храме, который сегодня попал в кадр, о его истории. И смотрим на нашу ловушку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok